Это рубрика «Город.Точка зрения». Добрый вечер. У нас в гостях главный врач окружной поликлиники номер 15 Алина Александрова. Здравствуйте, Алина. Здравствуйте. Хотелось бы поговорить о такой услуге для населения, как смена поликлиники. Как много пациентов вашего лечебного заведения воспользовалось этой услугой для того, чтобы перейти именно к вам? И какое количество, может быть, наоборот, ушло из вашей поликлиники? В прошлом году наша поликлиника обслуживала 57 322 населения. За год количество прикрепленного населения увеличилось до 72 600 человек. Это говорит о том, что наша поликлиника, видимо, пользуется популярностью. Да и не маленькой. Да, потому что в результате объединения в прошлом году произошло слияние двух поликлиник. То есть в рамках реорганизации и присоединения к 15 поликлинике и 6 поликлинике увеличились возможности поликлиники. Увеличилась материально-техническая база и населению, безусловно, удобно получать виды услуг в одном месте. Всевозможные редкие специальности врачей. У нас есть маммограф, у нас есть рентген оборудования, у нас есть гастроскоп, у нас есть коагулограф. То есть материально-техническая база нашего учреждения стала просто замечательной. Если все-таки вернуться к теме смены поликлиники, вот что нужно сделать гражданину для того, чтобы поменять поликлинику? Куда отнести документы? Прямо в свою поликлинику? Или как? Да, значит, мы должны знать о том, что существует несколько форм медицинской помощи. Экстренная, неотложная и плановая. Экстренная, неотложная помощь может оказываться в любом учреждении, куда обратился гражданин без любого прикрепления. Когда человек уже, состояние его улучшается, то он сам решает вопрос о праве выбора, вернее, реализует свое право выбора медицинского учреждения. Он может остаться в своей поликлинике. Если ему понравилось, он может прикрепиться к поликлинике, где ему оказывалась неотложная помощь. Но, тем не менее, существует территориально-участковый принцип обслуживания населения. Это тоже регламентируется приказами Министерства здравоохранения и социального развития. Любой гражданин вне зоны проживания, вне территории проживания и относящийся к данной поликлинике, может сменить поликлинику путем подачи заявления лично самому или его законного представителя. А также он может реализовать право выбора медицинского учреждения и право выбора врача данного учреждения. Но при этом учитывается, безусловно, нагрузка на врача-терапевта участкового, потому что он может выбрать только терапевта-врача-участкового с его согласия. И с терапевтами он может ознакомиться, с терапевтами, которые работают в данном лечебном учреждении, на сайте лечебного учреждения, либо на стендах, которые висят в холле поликлиники. Любые вопросы, которые возникают, гражданин может подойти к дежурному администратору, спросить у него, как он может прикрепиться, либо к регистратору. Мы рассматриваем заявление на прикрепление, но предупреждаем гражданина, если это вне зоны проживания гражданина или вне зоны его работы, что вызов врача «надо» противоречит территориально-участковому принципу. То есть мы не сможем оказать ему такую услугу, как выезд врача «надо». Как часто можно менять поликлинику? Гражданин имеет право выбирать не чаще одного раза в год лечебное учреждение. И при выборе уже лечебного учреждения не чаще одного раза в год он имеет право на смену врача-терапевта-участкового. А может поликлиника отказать пациенту? И если может, то почему? Да, право выбора не является безусловным, потому что в любом случае нагрузка на врача-терапевта-участкового, согласие врача-терапевта-участкового необходимо. И, безусловно, учитывается территориальный принцип. Участково-территориальный принцип. Когда пациент подает документы на смену поликлиники, есть ли в этих, ну, например, в документах графа такая, как причина смены? Нет, такой графы в заявлении нет. Заявление тоже регламентировано приказом Министерства здравоохранения и социального развития форма бланка заявления. Но, тем не менее, когда гражданин пишет заявление, безусловно, я его приглашаю к себе и беседую с гражданином. Либо мой заместитель, если у меня нет на рабочем месте, беседует с ним. И мы спрашиваем, в чем причина, почему. И чаще всего что говорят? Чаще всего говорят, что нам нравится у вас в поликлинике. Мы вот обращались, нам понравилось. Нам удобно, потому что мы работаем на территории вашей поликлиники. То есть место работы находится. Потом они еще, безусловно, учитывают... Ну, не знаю, у нас есть пациенты, которые к нам приезжают из поликлиник, которые очень далеко территориально расположены. И основная причина — их устраивают наши специалисты. Их устраивают объемы оказания медицинской помощи, наличие материально-технической базы, условия обслуживания, качество обслуживания населения в основном — это основная причина. Но, безусловно, смена места жительства — это тоже является одной из основных причин. Алина Александровна, спасибо большое за подробные ответы. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо большое. Я напомню, это была точка зрения главного врача поликлиники номер 15 Алины Александровой. На этом у меня все. Увидимся с вами. Всего доброго.